Хай, вы на канале Magic Family. Как развивалась дальше история любви Эйвена и ведьмы? Она началась еще летом, когда Эйвен отвергал ведьму, а она уже была в него влюблена. Эйвен, мне кажется, кажется, что ты... Где моя палочка? Вот она моя палочка. Что ты мне нравишься? Моя супер палочка. Ладно. Так что ты там говорила? Да нет, ничего. Ну ладно, давай-ка. Но зимой Эйвен признался в том, что он тоже влюблен в ведьму. Их общение развивалось, они становились все ближе и ближе друг к другу, общались, играли и проводили время вместе. Эйвен, почему ты дрожишь? Это от переполнения чувств. Ведьма, эээ... И вскоре, по совету собак и наших подписчиков... Он должен пригласить ее на свидание. Конечно, Эйвен, пригласи девушку на свидание. Свидание, пригласи ее на свидание. Сегодня я приглашу ведьму на свидание. Все, идите все отсюда. Привет, ведьма. Привет, Эйвен. Пойдем со мной на свидание. Пошли. Будем сейчас целоваться, Эйвен? Эм, эм... Можно я тебя обниму? А ты, Эйвен, обними меня. Обнять тебя, эм... Для Эйвена свидание прошло хорошо. Думаю, мое крутое свидание удалось. Я же красавчик и все правильно сделал. А вот для ведьмы, видимо, не очень. Как жаль, ведьма, что ты не знаешь столько всего интересного в этом мире. Да, ты прав, Эйвен, я знаю слишком мало. Тогда почему мы никак не можем завести... Ну, завести... Завести... Детей? Я вообще-то имела в виду завести роман? Я же умный. Я рада за тебя, Эйвен. Спасибо тебе за подарок, за вкусный ужин. Спасибо тебе за все, Эйвен. И я, наверное, пойду. Эйвен собирался даже пригласить ведьму на еще одно свидание и справить вместе с ней Новый Год, но... Прости, я буду занята на празднике. Ну что, Эйвен, что она сказала-то? Она отказалась. Как это отказалась? Видишь, ей все равно. Ммм, что же мне потерять любезну? Ведьма отказалась. Мы так до сих пор и не знаем причину, почему ведьма так поступила. Так что у вас с Эйвеном случилось? Скоро же День Святого Валентина. Я не хочу говорить об этом. Исправлять с Эйвеном я не буду. Может, мы хотя бы поговорим? Эйвен, ты же умный. Я не хочу с тобой разговаривать. Ладно, извини, пока. Пока. Сама она объяснила это так. Дело в том, что мы слишком разные. И я это поняла только потом. Сначала я влюбилась в него, ведь он такой милый. Но потом я поняла, что он мне не подходит. Он слишком умный, да и мне нужен мужчина. Покрупнее. Такое бывает в жизни. Мы решили спросить, что думают по этому поводу другие. По-моему, это несправедливо. Это грустно, но мне всегда казалось, что Эйвен и ведьма не подходят друг к другу. Эх, а я болела за Эйвена. Согласен с ведьмой. Не знаю, что и сказать, как мужчина, я поддерживаю Эйвена. Это печально, когда женщина так бросает тебя. Ведьме нужен подходящий мужчина. Эйвену нужно было быть мудрее. В жизни бывает всякое, и с чем-то нам приходится мириться и идти дальше. Эйвен с ведьмой расстались, что ли? Мне нечего добавить. Ходят слухи, что ведьма давно уже с любезным. Но я не буду ничего говорить. И вообще, мне пора, я пошла без комментариев. Как же так, любезно? Не понимаю, о чем говорит Силе. Конечно же, после такого Эйвен впал в депрессию. Что мне теперь делать? Как же? Не грусти ей, Васик, братик. Я больше не буду видеть ее красоту. Она больше не будет лизать мне уши. Не будет проверять кресло, а я спрятался от нее в кошачий домик. Она будет уютно устраиваться на нашем месте одна-одинешенька. Я плохой, мама. Нет, Эйвен, ты хороший, ты не виноват. Эйвен Циле вообще сказала, что уходят слухи, что ведьма и любезный давно вместе. Просто это был перерыв в их романе, потому что она влюбилась в тебя. Не может быть. И правда, ведь ведьма куда-то убегала по вечерам. И любезный тоже. Может быть, на тайные свидания? Любезный, надо поговорить. О чем, Эйвен? Я правда был лишь временным парнем. О боже, ты все знаешь. Это так грустно, так грустно. Я так одинок. Так, накануне Дня Святого Валентина, любовь Эйвена и ведьмы закончилась. И была ли она вообще? Никто не виноват в этой истории. Просто мы все такие разные. Не расстроивайся, Эйвен, команда Юриков тебя поддержит. Не расстроивайся, Эйвен, команда Юриков тебя поддержит. А я говорил, что получится какая-то фигня. А что случилось там вообще? Не грусти, Вася. Женщины они такие. Поэтому лучше быть котом. Слушай, я надеюсь, ты меня не бросишь? Не бросишь, нет? Да не брошу я тебя, мы тут отнес, враг. Слава богу. А я даже в какой-то мере, знаете, счастлив. Я свободен, я свободен, я свободен. И теперь могу сделать, что хочу. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok